Редко природное явление принесло неудобства ульяновцам. В 10 утра сегодня в водканал поступило сообщение о резком падении уровня воды в водозаборе, находящемся в северной части города. Причиной стала шуга, ледяная каша, которую принесло течением Волги. Связано оно с началом ледостава. Шуга помешала обычной работе водозаборного оголовка. КЧС было принято совершенно правильно обоснованное решение о необходимости экономии холодной воды, поэтому на сегодня мы начиная с 17 часов ограничим подачу горячей воды для того, чтобы обеспечить в полном объеме работу холодного водоснабжения и отопления. В результате давление подаваемой воды снизилось до 35%. В избежание перебоев с теплом на экстренно собравшемся поручению губернатора Сергея Морозова в совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение прекратить подачу горячей воды в правый береж. Вы помните один год, когда у нас при опускании льда были попадания водорослей, было тоже забивание. Это весь процесс, который от природы реагирует на разные температуры, и мы должны быть готовы к ней. Однако причин для волнения нет. Природное явление наблюдалось как минимум три раза. Я сегодня считаю, что жителям просто нужно перетерпеть некое неудобство, связанное с отсутствием ГВС и с движенным давлением ГВС. Если достаточно долго продлится и будет перебой с холодной водой, сможете организовать дополнительную подачу льтиевой воды по каким-то социальным темам, договориться с поставщиками? Я думаю, что здесь у нас проблем не будет. Бутылированной воды в городе Ульяновске в достаточном объеме, так сказать. Те резервуары, которые у нас есть, для чистой питьевой воды будет достаточно в городе Ульяновске. Единственное, что будет ограничение по подаче ГВС. Принимаются другие меры противодействия катаклизму. Лед разгоняется винтами буксиров. Один из них работал с утра, второй сейчас. Винтам помогают водолазы. Борьба со льдом продолжится и ночью. Подача горячей воды остановлена до 7.30 утра, когда КЧС вновь соберется на свещание и решит вопрос о борьбе со стихией. В левобережной же части проблем с водой не возникает. В труб заволжцев она поступает из артезианских скважин. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова